Накануне глава Тувы Шалбан Карол принял отставку министра строительства республики Владимира Фалалеева, который в течение последних двух лет возглавлял ведомство. Премьер не скрывал, что причиной ухода стали так называемые пробуксовки, связанные с государственной программой по переселению из ветхого и аварийного жилья, сообщает Тува онлайн со ссылкой на Федерал Пресс. Отмечается, что Тува наряду с Амурской областью, Забайкальем, Карелии и Еврейской автономной областью входит в число российских регионов, где в последние годы буксовала государственная программа по переселению из ветхого и аварийного жилого фонда. Однако в последнее время в этих регионах усилена работа по реализации государственной программы. Так, в Туве в конце лета было объявлено, что республика уже выполнила планы переселения на 30%, а к концу года попробует удвоить этот результат. В преддверии столетия советской милиции на площади Победы Кызылы прошел гарнизонный развод. Инструктаж сотрудников, в частности, управления Министерства внутренних дел Кызылы, заступающих на несение службы суточного наряда на территории города. Масштабное мероприятие, в котором приняли участие практически все сотрудники полиции, вне ведомственной охраны и участники народных дружин, прошло в торжественной обстановке. К вековому юбилею советской милиции традиционную процедуру немного изменили. Перед тем, как до личного состава довели оперативную обстановку на территории столицы Тувы, наиболее отличившимся сотрудникам были вручены ведомственные медали, благодарственные письма и почетные грамоты. В сегодняшнем инструктаже было обращено внимание на вежливое и корректное обращение с гражданами, на своевременное прибытие на все вызова граждан. И также обращено внимание, чтобы сотрудники всегда были заинтересованы в разрешении вопросов, которые возникают у населения, когда они звонят в полицию. Ну и сегодня мы здесь же также видели присутствие всех руководителей правоохранительных структур, члены правительства, мэрии. Хотелось бы, чтобы в дальнейшем мы ввели это в постоянную практику и будем уже на регулярной основе проводить такие инструктажи. Работы на улице Ангарский бульвар 10 идут к завершению. На сегодня заасфальтированы три автопарковки и мини-баскетбольная площадка. Также подрядчики провели монтаж ограждений. Идет установка детских и спортивных элементов. Сейчас продолжаются работы по установке светофоров. На днях начнется монтаж опор уличного освещения и дорожных знаков, а также нанесут дорожную разметку. Также планируется заасфальтировать территорию перед АЗС, которая находится в этом микрорайоне. Торжественно перерезать красную ленту городские власти планируют 15 ноября. Напомним, реконструкция улицы Ангарский бульвар 10 ведется за счет программы формирования комфортной городской среды. Жители этого крупного микрорайона проголосовали за благоустройство этой дворовой территории. В Кызыле на территории Центра кинологической службы МВД Тувы проходят учебно-методические сборы кинологов силовых структур региона. Так, в первенстве приняли участие сотрудники полиции, УФСИН, пограничного управления ФСБ, Тувинской таможни и отдела федеральной службы войск республики. В данный момент у полицейских кинологов служат около 40 собак. Также сотрудники Центра на замену старому поколению уже обучают новых щенков. Огромное море тестов, но самый главный тест – это ощущение самого профессионального кинолога, который отбирает этих собак. То есть там смотрится, во-первых, самое главное, на что смотрится – это бабушки, дедушки, отцы, матери, прабабушки, прадедушки. Если они рабочие, то обычно процентов 90 того, что щенок вырастет тоже рабочим. Но еще отбор идет по направлениям службы. Если, допустим, нам не уходила собака для самого сложного следовой работы, то отбирается собака, которая постоянно что-то нюхает, ищет и так далее, которая умеет играть, которая умеет что-то искать уже, чтобы мы с ней не начинали с нуля, а уже брали и готовили. Кроме того, на этапах сборов были смоделированы ситуации, максимально приближенные к реальным. Для собаки все по-настоящему. Имитаторы с запахами, идентичными с натуральными, и преступники которых необходимо задержать. Подобные сборы проводятся с целью повышения профессионального мастерства кинологов, совершенствования уровня подготовки и методик дрессировки служебных собак, общего профиля и специального назначения. Кроме того, по итогам сбора пройдет отбор лучших сотрудников кинологической службы для последующего участия в соревнованиях по многоборью кинологов, а также обмена опытом между специалистами.